Здравствуйте! В эфире канала Уваровское телевидение. Итоговая информационная программа «Наш город» в студии Ирины Мерзлякова. В нашей программе новости дня и уходящей недели. Назрела необходимость, проблема решается. В корпусе номер 8 Уваровского лицея будет отремонтирован спортивный зал. Оказание помощи практически в любой жизненной ситуации в режиме одного окна. Уваровский многофункциональный центр отметил десятилетие со дня своего образования. О том, что произошло в регионе за минувшую неделю, расскажет вубрика «Пятница» с обзором материалов официального сайта областной администрации. В завершении выпуска коротко еще о некоторых событиях, которые произошли в городе за эту неделю. Свыше 9 миллионов рублей из бюджетов разных уровней выделено на капитальный ремонт школьного спортзала. Уже начались подготовительные мероприятия. Глава города Владислав Денисов побывал в 8-м корпусе лицея и обсудил с руководством учебного заведения планы по проведению предстоящего ремонта. Корпусу номер 8 лицея уже 45 лет. Длительная эксплуатация здания сказалась на его состоянии, тем более, что капитальный ремонт за эти годы не проводился. Одна из основных проблем – состояние спортивного зала. Протечки крыши сделали невозможным его дальнейшее использование. Да и необходимость обновить помещение внутри также назрела. Для решения вопроса были направлены средства из разных источников. Из регионального бюджета выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей на ремонт кровли с полной заменой перекрытий. Более 1 миллиона 300 тысяч из городского бюджета на установку новых окон. Кроме того, будут задействованы свыше 3 миллионов рублей федеральных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка». Они израсходуются на внутреннюю отделку спортзала и приобретение оборудования. «Мы будем ставить задачи перед строителями и контролировать выполнение работ в установленные сроки», отметил глава города Уварва. К определению подрядчика подошли и, соответственно, поставили для себя очень сложные, строгие такие сроки, именно окончание работ до 1 сентября. Об этом нам сказал и губернатор Тамовской области Максим Борисович Егоров. Чтобы к 1 сентября наши дети пришли уже в школу, в которой проведены все необходимые ремонтные работы. Владислав Денисов добавил, что далее планируется работать по вступлению в президентскую программу капитального ремонта школ, в которой в этом году участвует корпус номер 3 лицея, и продолжить ремонтировать здание корпуса номер 8. Многофункциональный центр города Уварва отметил 10-летний юбилей со дня своего образования. За эти годы специалисты оказали более 1 миллиона 400 тысяч услуг. 1 марта коллектив принимал поздравления от руководства области, города, района и коллег. За плодотворную работу сотрудников центра поблагодарил глава Уварва Владислав Денисов. Как же он не похвалится, 10 лет уже в конце, каждый менеджер трудится без тревоги на лице. А с чего все начиналось, призываю вспомнить вас, учреждение открывалось, президент на сколько упасть. Папа, 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 папа. 10 лет оказания помощи практически в любой жизненной ситуации в режиме одного окна. Многофункциональный центр Уварва отмечает свой юбилей. Впервые распахнув свои двери в конце февраля 2012 года, учреждение покорило жителей города и района качеством, быстротой и удобством предоставления государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день их насчитывается более 180. Для заявителей работают 18 окон. 10 лет. Ну да, наверное, это не так уж и много. Но для нашего коллектива это 1 миллион 431 тысяча 136 услуг. 10 свадеб, 10 рождений детей, 150 студентов, которые прошли у нас практику. Сегодня я хочу поздравить всех с этим небольшим юбилеем. В первую очередь это свой коллектив, также жителей города и района, наших гостей, которые любят приезжать в наш МФЦ. 1 марта коллектив МФЦ принимал поздравления с юбилеем не только от руководства учреждения, но и области, города, района и коллег. Лучшим сотрудникам в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и благодарственные письма. За плодотворную работу сотрудников центра поблагодарил глава Уварова Владислав Денисов. Вы за эти годы действительно доказали значимость этой работы. Вы обеспечили исполнение тех задач, которые были поставлены. Это доступность и качество государственных и муниципальных услуг. А самое главное для нас, что вы сформировали профессиональный коллектив. И сегодня я вас с этим поздравляю. Желаю здоровья, профессиональных успехов. Принимали поздравления сотрудники центра и от руководства департамента государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документа оборота аппарата главы региона. Заместитель департамента вручила директору Уваровского МФЦ Ирине Чулковой благодарственное письмо администрации Тамбовской области. Она отметила, что 10 лет – совсем небольшой промежуток времени. Но для коллектива центра это весьма серьезный этап, когда пришлось осваивать новые формы работы с населением, налаживать взаимодействие с муниципальными, региональными и федеральными структурами, нарабатывать опыт и расширять спектр предоставляемых услуг. Вы на данный момент, я имею в виду, МФЦ, являетесь лицом современного государства. Об этом можно судить даже по тем показателям, что когда гражданин к вам приходит, он видит вас, видит вашу улыбку, видит ваше желание решить его проблему. И от ваших профессиональных действий, от того, насколько вы быстро и оперативно ему поможете профессионально решить его вопрос, он судит в целом о государстве, об органах исполнительной власти. Поэтому мы вас благодарим за ваш труд. Высокий уровень готовности уваровских специалистов обеспечивать посетителям центра комфорт, доступность и сокращение сроков предоставления услуг отметил и первозаместитель руководителя, уполномоченного МФЦ Александр Дерябин. На 10 лет, я думаю, что МФЦ получил свой авторитет и большинство вопросов, которые нужно было решать в отдельных кабинетах, в отдельных зданиях по всему городу, сегодня можно решить, придя к вам. Потому что вы каждый день учитесь, вы каждый день самосовершенствуетесь, вы повышаете свой потенциал знаний. Люди, которые сюда приходят, не всегда даже знают, какую услуги они хотят получать. Они приходят, приходят к вам окошко и говорят, а мне надо. А дальше вы уже разбираетесь с теми вопросами, что конкретно нужно этому человеку. Сейчас многофункциональный центр для жителей города и района – незаменимое учреждение, где можно решить буквально все вопросы, касающиеся оформления документов. За 10 лет здесь была проведена большая работа. Но для коллектива МФЦ это не повод останавливаться на достигнутом. Сотрудники центра и дальше будут повышать свой профессионализм, чтобы в ответ услышать от жителей только положительные отзывы. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город. У Варова одно из трех десятков муниципальных образований, представляющих административную структуру региона. Что происходит у наших территориальных соседей в областном центре, а также в отдаленных уголках Тамбовщины. В рубрике «Новости региона». В Тамбовской области разработана программа развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Ее реализация предполагает создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, модернизацию развития инфраструктуры детско-юношеского спорта, образовательных программ. Задача проекта – увеличение охвата детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в том числе детей с особыми возможностями здоровья. Во всех школах области появятся спортивные клубы, увеличится индекс заработной платы для педагогов сферы спорта. Ранний председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предусмотрена создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительства и модернизации инфраструктуры, в том числе возведения модульных бассейнов и площадок с уличными тренажерами шаговой доступности. В связи со снижением заболеваемости COVID-19 в Тамбовской области смягчили коронавирусные ограничения. Отменяется требование предъявлять QR-код или сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 при посещении кафе, баров и ресторанов, режим работы которых установлен с 7 утра до 3 часов ночи. Также в них разрешили проводить развлекательные программы, за исключением дискотек и организации танцполов. Разрешена работа кальянных, отменен запрет на работу детских игровых комнат и залов, торговых и торгово-развлекательных центров. Также отменяется самоизоляция для граждан в возрасте 60 лет и старше, беременных женщин и лиц, имеющих определенные хронические заболевания. Отмечается, что, несмотря на смягчение ограничений, риск заражения COVID-19 остается высоким, поэтому гражданам по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В Тамбовской области запущен первый мобильный комплекс для мониторинга состояния объектов дорожной инфраструктуры с помощью технологии искусственных нейронных сетей. Программно-аппаратный комплекс, установленный на легковом автомобиле, состоит из камер видеонаблюдения, Wi-Fi роутера и GPS-датчика. Двигаясь по маршруту, он фиксирует отклонения в состоянии объектов дорожной инфраструктуры и прилегающей территории – автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров, опор освещения. Новый комплекс призван помочь организациям, ответственным за эксплуатацию дорожного хозяйства, оперативно отслеживать и исправлять нарушения. С 7 по 10 апреля в Севастополе состоится торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти-2022». Тамбовскую область на мероприятии представит председатель Совета регионального отделения поискового движения России Елена Валатина и руководитель поискового отряда Уваровского химико-технологического колледжа Антон Уваров. Тамбовские поисковики в этом году планируют отправиться в поисковые экспедиции в Волгоградскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Всероссийская акция включает в себя поисковые экспедиции, захоронение воинов, найденных поисковиками, церемонии передачи личных вещей, найденных солдат, их потомкам. В прошлом году члены регионального отделения поискового движения России приняли участие в 14 экспедициях. Ребята выезжали в Краснодарский край, Ленинградскую область, вели работу в Крыму. В итоге им удалось отыскать, эксгумировать и захоронить останки 151 бойца. Еще 215 останков были подняты совместно с бойцами поисковых отрядов из других регионов. Сегодня в Тамбовской области создан 31 поисковый отряд, а в самом движении задействовано более 600 человек. Открытие Всероссийской акции «Вахта памяти-2022» станет одним из мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». В завершении программы еще немного новостей города, которые запомнятся жителям и гостям Уварова в рубрике «Короткой строкой». Два дня в пригородном лесу проходили зональные соревнования по лыжному туризму для школьников и семинар для учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. Преподаватели на практике изучали, как ставить зимнюю палатку и организовывать быт, готовили еду на костре, изготавливали снегоступы из подручных материалов и участвовали в соревнованиях. На второй день трассу, которую уже испытали взрослые, прошли школьники. Команды из Нижней Шебряйской школы, лицея и кадетского корпуса соревновались в трех возрастных категориях. На старте участники выполняли спецзадания, преодолевали испытания на восьми станциях лыжного маршрута. По поручению руководителей региона Максима Егорова организован мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости. Специалисты администрации города Уварва проводят его в ежедневном режиме в сетевых магазинах и торговых точках. В списке 67 пунктов. Среди продуктов мясо и рыба, колбасные изделия, молоко и творог, крупы и макароны, бутилированная вода и еще ряд наименований, пояснила заместитель начальника отдела экономики малого и среднего бизнеса Наталья Бринева. Как отметил глава города, информация о резком повышении цен на продукты и товары первой необходимости жители могут сообщать в администрацию. В случае необоснованного завышения будем подключать надзорные органы, в том числе и федеральную антимонопольную службу, подчеркнул Владислав Денисов. Учащиеся седьмых классов корпуса три лицея приняли участие в муниципальном этапе 12-го областного открытого чемпионата по интеллектуальным играм «Что, где, когда» среди школьных команд Тамбовской области и «Весенний Бриз». По итогам игры наша команда «Луч» заняла третье место. В минувшее воскресенье в городе Котовск прошло первенство Тамбовской области по лыжным гонкам на марафонских дистанциях. Соревнования были организованы среди обучающихся 2008-го года рождения и моложе. От спортивной школы города Уваро приняли участие 10 человек на дистанциях 5 и 7,5 километров. На дистанции 5000 метров Мечова-Злата заняла первое место среди девушек 2010-2011 годов рождения. В корпусе номер 2 детской и юношеской спортивной школы прошло открытое первенство города Уваро по мини-футболу, посвященное памяти тренера-преподавателя Яновского. По итогам соревнований среди юношей 2011-2013 годов рождения первое место заняли спортсмены «Олимпа». Среди юношеских команд 2008-2010 годов рождения впереди всех команда «Рубин». В городе Уваро состоялся муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО среди взрослых. Работники образовательных организаций продемонстрировали прекрасную спортивную подготовку. Участники фестиваля прошли испытания – стрельба из электронного оружия, поднимание туловища лежа на спине, подтягивание на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, также наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Показавшие лучшие результаты в каждом из испытаний были награждены почетными грамотами. Вот такими были этот день и эта неделя в нашем городе. Если вы не успели полностью посмотреть репортажи в эфире или хотите присмотреть их еще раз, сделать это можно на нашем сайте и YouTube-канале «Уваровское телевидение», а также в социальных сетях. Телефон редакции 4-61-10. Звоните и предлагайте интересные темы для новостных программ. А на сегодня это все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин